Благословение Господне на вас, Того благодатью и человеколюбием Всегда, ныне и пресно, и в веки веков. Воскресе из мертвых, Христос, истинный Бог наш, Молитвами Пречистая Своей Матери, Святых Славных и Всехвальных Апостол, Ижего Святых Отца Нашего Иоанна, Архиепископа Константина Града Златоустого, Святаго Преподобного и Богоносного Отца Нашего Сергия, Игумена Радонежского и всея Россия Чудотворца, Святых Бессребренников Косьмы и Дамиана, В Риме Пострадавших, Святых Преподобных Отцев Псково-Печерских, Их же и память ныне совершаем, Святых и праведных, Бога Отец и Оакима и Анны, И всех святых, Помилует и спасет нас, Яко благ и человеколюбиец. Славных Бессмерт Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, в нынешний воскресный день, неделю четвертую по Святой Пятидесятнице, мы с вами слышали повествование апостола Евангелиста Матфея об исцелении сына или отрока, сотника, римского воина, который представлял собой римскую власть в подчинении, как вы понимаете, было 100 человек. И, конечно же, он имел понятие о том, что такое власть. Власть военная, власть государственная, которая передается военным. И, конечно же, очевидно понимал, что такое власть, которую имеет сам Господь Иисус Христос, власть, в которой можно решать не жидейские вопросы, а вопросы, связанные именно с жизнью и смертью. И вот когда он встретил Христа, то попросил его о своей проблеме насущной, которая у него была, исцелить болящего сына или отрока, который у него болел. И Господь дал это согласие и готов был пойти к нему. Но настолько мудрым оказался этот сотник, что говорит, Господи, зачем ты пойдешь ко мне, я не достоин тебя принять в свою дому, ибо я тоже человек подневольный, подвластный, но у меня есть подласть люди, я им говорю, пойди туда, и они идут, приди сюда, они приходят, сделай то, и они делают. И Господь очень был удивлен, поражен этой верой языческого сотника. Он был язычником, конечно же, и говорит, что и в Израиле, то есть среди людей верующих единого Бога, не нашел я такой веры. Затем приносит слова, имеющие значение не только для нас, живущих сейчас, и для той эпохи, в которой он жил, и говорит о том, что Царствие Божие, Царствие Небесное с Авраамом и Саакроаком возлягнут только те, кто придет с Востока и Запада, а сыны Царствия, то есть те, кто был избран Богом иудейский народ, этого Царствия Божия не будут достоин. Конечно же, это касалось, прежде всего, той исторической эпохи, в которой жил Христос, ибо иудеи, и фарисеи не приняли Христа, они погрели в своем мелочном учении. Учение Талмуд насчитывало, как я уже говорил, 650 различных предписаний, которые еврей не мог и не обязан был делать. И забыли самые основные заповеди о любви к ближним, о любви к Богу и так далее. И тогда вот это пустоту, это место, которое Господь готовил иудеям, его заняли люди, пришедшие с Востока и Запада, иначе говоря, язычники, те люди, которым апостолы проповедовали Евангелие Царствия Божия, и которые восприняли и стали проповедовать Христа по всей земле. Сегодня еще знаменательное послание, интересное очень, апостола Павла Кривлина, в котором говорится о том, что такое грех и что такое свобода от греха и свобода от праведности. Отсвободившись от греха, вы ставили рабами праведности, говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как ранее предназначены вы члены вашего, в рабы и нечистоте и беззаконию, на дела беззаконные, так ныне, представьте члены ваши, в рабы праведности, на дела святые. Казалось бы, простые слова, свобода от греха и свобода от праведности. Вот свобода от греха, это то, что нам очень тяжело удается, это способность человека, вне зависимости от внешних различных влияний, от навязанных ему стереотипов и рамок поведения, противопостоять себя греху. Это действительно величайшая свобода, потому что грех сам по себе привлекательен, и если кто отдается греху, то перестает быть свободным. Конечно же, мы с вами люди далеко не свободные, мы с вами предаемся тем или иным грехам, впадая в них ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Но вот к праведности мы редко стремимся, редко и обретаем. И что же такое свобода от праведности? Это та самая свобода, которую очень легко обрести, она сейчас нам представляет свободу от этой праведности и поклонения грехов во всех формах нашего жития. Более того, она даже часто узаканивается нашими государственными законами, не в нашей стране, а в других странах. И люди, которые свободны от праведности, они полностью повествуют уже на греху. Таким людям доступно все, доступно любое поведение, все инстинкты раскрепочены, «Делай то, что хочешь, живи так, как хочешь, бери от жизни все». Вот ловно тех, кто оказался свободен от праведности и пристрастен к греху. И вот самое интересное, потом апостол Павел делает вывод такой, что те, кто причастны к греху, свободны от праведности, они идут подвержены смерти духовной и телесной, а те, кто привержены к праведности, свободны от греха, они пойдут в жизнь вечную. Вот, собственно говоря, простые слова, которые всем нам известны и понятны. «Не греши и спасен будешь», «Не греши, а прячь и Сарствие Божие». И вот эта свобода, которую нам проповедуют телевидение, радиовещание и другие средства массовой информации, это есть свобода от праведности, это есть свобода поклонению греху, которую мы с вами должны избегать и понимать, что такое наша свобода. Свобода должна быть ограничена, и она должна быть праведной. Праведностью мы должны стремиться и не быть рабами греха. Вот такие сегодняшние повествования апостольско-евангельские, которые я хотел вкратце рассказать. И на следующей неделе у нас с вами наш престольный праздник. В четверг преподобного Отца Нашего Сергия Губина Радонежского Всероссийского Чудотворца накануне Всевышнего Евгения, в 17 часов, в самый день праздника, две божественные литургии, ранние и поздние. В окончании поздней божественной литургии будет крестный ход вокруг нашего храма. Это уже по традиции, как сложилось. И еще должно до вашего свидания, что сегодня в Москву приводят помощи святых благоверных людей Петра и Февронии, которые будут находиться в Храме Христа Спасителя в течение этой недели. С понедельника до следующей субботы можно предложиться к этим святым мощам. Храни вас всех Господь. Воскресенье Суббота Движ ja Суббота ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ